Центр оптово-розничной торговли «Атлант». Работаем ежедневно с 8.00 до 18.00. Телефон 247-11-74-201-5701. Зона «Вкус» для меня – это когда у тебя есть вкус, и этот вкус всем остальным нравится так же, как и тебе. Вот так. Бургеры бывают разные – малые, средние и гигантские. Это телепроект «Зона вкуса» и его ведущая Мария Банк. И сегодня мы побываем на необычных соревнованиях по скоростному поеданию гигантского полуторакилограммового бургера. Да, я люблю бургеры, и, наверное, в течение дня я бы мог съесть один-два бургера. Я ем бургеры достаточно часто. Самый большой бургер, который я когда-либо ела, он был, ну, самый обыкновенный, сколько? 300-400 грамм. Обычная булочка, обычная маленькая котлетка. Ничего примечательного, но вкусные. Готовы ли вы попробовать свои силы и съесть бургер весом полтора килограмма? Думаю, да, но к этому нужно заранее подготовиться. Скажите, готовы ли вы попробовать свои силы и съесть этот полуторакилограммовый бургер за 10 минут? Я, конечно, в себя верю, но думаю, нет. Вообще, когда-нибудь в жизни вы ели такие большие бургеры? Не. Ну, а есть желание попробовать свои силы? Ну, есть, но вряд ли я смогу это. Этот бургер был изобретен для соревнования Monster Burger Challenge, то есть для соревнования, кто быстрее съест, самый большой бургер в городе. 30 сантиметров в диаметре, полтора килограмма веса, больше 4000 калорий. Одним словом, испытание для настоящих мужчин и настоящих повелителей своего дела и любителей бургеров, обладателей больших желудков. Конкурс этот простой проводится впервые, а вообще Monster Burger Challenge проводится во всем миру. Все бургерные делают, это и, в общем, традиция поедания огромных бургеров на время во всем мире не нова. Состав классический для бургера – это две белые булочки, котлета из стопроцентной говядины, салат, сыр, картофель фри. То есть от традиционной рецептуры мы, в общем, не отходили. Нереально. Это должно быть очень вкусно, но это нереально. Пока достойных участников было много, но победителей немного, потому что размеры действительно внушительные. И нужна тренировка, плюс участники допускают ошибки, слишком резко на него набрасываются, не рассчитывают своей силой по ходу всей дистанции, и, к сожалению, пока немногие с ним справились. Выбрано время 10 минут, потому что это продиктовано мировой практикой. И во всем мире примерно похожее время. Рядом со мной находится очень смелый парень, которого зовут Иван, и он решил попробовать свои силы и съесть за 10 минут этот огромный, просто гигантский бургер, который состоит из 4100 калорий. Вань, откуда такая смелость? И был ли до этого предыдущий опыт? Ну, как бы смелости нам, конечно, не занимать, что называется. Бургеры поменьше, да, мне давались, но это мой Эверест. А, Ванечка, скажите, пожалуйста, вы сколько дней перед этим не ели? Ноль. То есть вы пришли сюда достаточно сытым? Ну, как бы да. А как вы оцениваете свои силы? Вам кажется, успеете за указанное время уложиться? Ну, сложно себе представить, но мне кажется, что это будет совершенно особенные 10 минут из моей жизни. А когда-нибудь ранее вам приходилось пробовать нечто подобное? Никогда. Ну, я вижу, что вы уже сосредоточились, собрались силами и готовы приступать. Мы желаем Ивану удачи и посмотрим, что будет через 10 минут. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иван, говорить можете? Машим, 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 Машим на вас. Как ощущения? Фантастические. А вы когда-нибудь подобное что-то испытывали? Вообще, когда-нибудь вы так много ели? Ну, так много, как бы да, взять новогодние праздники, но так быстро? Никогда. Можно этот подвиг расценивать как ваш новый личный рекорд? Я даже сказал, что это, наверное, мой вечный рекорд. Я больше никогда не буду пытаться его побить. Я только хотела спросить, будет ли у вас желание? Может быть, когда-нибудь еще захотите так же быстренько съесть подобный бургер? Первый раз, когда я что-то подобное увидел, это был фильм «Биткоин». Я же могу назвать этот фильм? И там было какое-то поедание скоростного бургера. Я думал, как, наверное, здорово было бы у него... У меня же счастье! Каким я был молодым, зеленым и наивным. Ух! Дышите, Иван, дышите! Ну, а мы смело можем поздравить Ивана Мирошниченко с собственным личным рекордом. За 10 минут он съел гигантский бургер, который весит полтора килограмма и состоит из 4100 калорий. Наши поздравления, Иван. Я прямо хочу пожать твою руку. Да, это на самом деле очень, очень, да, спасибо. Это очень целеустремленный парень, который сделал сейчас практически невозможное, но мы теперь понимаем, что даже большой бургер можно съесть за 10 минут. Друзья, если вы на что-то подписались, идите до конца. Верьте в себя, это телепроект «Зона вкуса», не переключайтесь. Сегодня у нас в гостях певица Света. Последний лучик света Ложится мне на плечи Последний вечер лета Я зажигаю свечи Я иду к тебе Я бегу к тебе Только б убежать отсюда Я не верю больше в чудо И провожает меня Она Дорога в аэропорт Я убегаю прочь Дорога в аэропорт Я улетаю в ночь Дорога в аэропорт Дорога в аэропорт Света, привет! Привет! Скажи, вот могла ли ты предположить, учаясь в Ростовском училище искусств, что через некоторое время все будет вот так, вот эта слава, вот эта известность. Твои песни поют огромное количество людей И некоторые из них уже стали легендами, наверное, какими-то, наверное, ассоциациями в жизни каждого С чем-то ассоциируется приятным, хорошим, может быть, с романтичным Ты знаешь, честно скажу тебе, я еще в детстве задалась такой целью То есть у меня изначально было распланировано где-то там в голове, что вот с 5-6 лет я понимала, что я хочу петь, я предполагала, что я должна петь, я буду писать песни, я буду популярной Для меня это была какая-то идея, которая, в общем-то, у меня, я по-другому не мыслила И это правда, когда человек чего-то хочет, это случается, этого можно добиться Другое дело, что иногда мне казалось, когда уже стало моменты взросления, что это невозможно, потому что, вы сами понимаете, да, в нашей жизни все относительно Все от чего-то зависит Совершенно простому человеку из обычной семьи очень сложно выбиться куда-то, куда-то повыше и стать кем-то Без связи, без каких-то обложений сумасшедших, но у меня именно так и произошло в жизни Скажи, а в каком возрасте ты поняла, что ты можешь писать, сочинять песни? Опять же, это удивительно, да, с 5-6 лет я что-то постоянно придумала, какие-то тексты, мелодии напевала В 11-12 лет я уже придумала первые песни с клавишами, потому что я закончила две музыкальные школы А «Дорогу в аэропорт» я написала в 95-м году, мне было 15 лет Слушай, здорово, но это не первая, да, не первая эта песня? Нет, это не первая Первые песни у меня были от песни «Мое солнце», у меня было очень много песен В основном период написания это где-то с 14 до активный, до 30, да, до 30 очень много написано песен Вот в этот период и основные хиты именно в это время были написаны Скажи, а вот когда ты сочиняла, писала песни, вот есть сейчас специальное такое, да, вот направление Коммерческая музыка, то есть это музыка, которая априори уже пишется с осознанием, что она будет популярна Да, неважно, высокодуховная она, высокохудожественная ли Самое главное, что это будет хавать, говорят, people, да, и да, и это будет востребовано, оно будет продаваться И это факт А есть музыка, которая пишется вот от души, она идет, выходит, да, сама по себе изнутри И вот думала ли ты о том, вот я сейчас напишу какую-то песню, а понравится ли она слушателю, а будет ли она популярной Или у тебя просто вот открывалась таким образом твоя индивидуальность, и ты делала вот то, что хотела, это требовала твоя душа Скажи тебе честно Писать для кого-то и писать для себя две разные вещи Когда ты пишешь на заказ, это отдельная тема, и ты понимаешь, что может быть и текст хороший, но это не то Когда ты пишешь для души, для себя, по какой-то своей ситуации, вот пришло, тогда песни имеют место быть и получают жизнь Какие-то песни, которые я не писала как хиты, они вообще как бы, а может, нет, а может, да, эта песня написана за 10 минут Вот, но они становились именно они, потому что они легкие, они внутренне доходчивые, понятливые Иногда есть несуразное словосочетание каких-то текстов, да, но люди понимают это, и это им близко То есть у каждого бывают какие-то ситуации, в которых они оказываются, переслушивая ту или иную песню Вот такой твой хит, собственно говоря, его можно совершенно спокойно сравнить с хитом Басты «Город мой город», да, и вот у тебя есть «Дорога в аэропорт» Это уже действительно, наверное, песня, которую все вспоминают И, ну, такое сравнение, конечно, моя песня была, моя песня старше, чем я тебе говорю Старше, да, но она, мне кажется, вот, как, знаете, вот есть, знаешь, есть вот песни, которые вот наш, ростовчанин, наша ростовчанка, и это вот как гимн города, да Вот когда была написана эта песня, были ли у тебя мысли, что вот так вот будет, что это прямо будет Эта песня была, я шла домой, уже фактически доходила, висел огромный билборд с самолетом, роскошный, то есть какой-то вот такой романтический Была написана «Дорога в аэропорт», то есть я живу по дороге в аэропорт, до сих пор так складывается И, кстати, в Москве, когда я живу, я тоже живу по дороге в аэропорт на Шереметьево, то есть, ну, у меня часто так складывалась жизнь, да, судьба заносила Вот, и я подумала, насколько красивое название, я не водила машину, вы понимаете сами, мне было 15 лет И я пришла, и буквально тоже за 10-15 минут я написала, я села, все, и осенила, выписала, и отметила, что песня хорошая, поставила галочку Спустя несколько лет я ее использовала для альбома, причем мы выбрали ее с ребятами сразу, молниеносно записала из двух дублей Ну, второй дубль был просто так, то есть я встала к микрофону, спела, мне ничего не правили, говорят, все отлично То есть по вокалу, по... Ну, когда ты пишешь сам песни, ты понимаешь, как их надо петь, ты понимаешь там мелодию, структуру мелодии То есть у тебя в голове это... И поэтому мне сложности мои песни не доставляли никогда, то есть перепевать что-то, как-то, где-то, то есть попадать в тональность Таких проблем у меня... Для меня очень часто удивительно, когда люди пишут по несколько часов песни, по четыре, одну и ту же Или там днями пишут песни, месяцами одну песню можно... Ну, есть такие... Но это нужно, наверное, как сказать... Может быть... Можно сказать, что... Скорее всего, да, талант, который мне дан от Бога То есть это не мое, мне дали, мне дали, этим нужно воспользоваться, нужно доносить свою музыку, писать песни, продолжать, что я и стараюсь сделать Скажи, а у тебя есть своя какая-то любимая песня, которая тебе больше всего нравится? Как правило, это я люблю обычно последние песни, которые... Потому что они новые, еще никому не надоели, и мне в том числе Потому что есть песни, которые когда ты исполняешь песню, как дорога в аэропорт, уже миллион, одна тысяча пятьсот шестьдесят второй раз То тебе кажется уже, что хочется что-то новое, чтобы прожить и прочувствовать Не просто пропевать текст, который, не знаю, что нужно сделать, чтобы забыть, а хочется что-то новенькое Хочется, чтобы прожить песню, я проживаю свои песни, вот И это обычно новая песня, потому что что-то новое, это то, что было недавно, оно прожито Вот поэтому сказать, что у меня есть любимые песни... Да, это последние песни, пятый элемент, допустим Лондон, Москва, но не говорит относительно, есть такая песня Вот, ну как, песни это как пальцы, как, не знаю, сравнение какое-то, да, все нужны, все важны В какой-то момент необходима вся рука, поэтому нету определенно какой-то песни, которую я бы сказала, чтобы только она и все, нет Ну, у тебя есть определенное количество хитов, которые уже сейчас можно назвать бессмертными И вот бывает такое, что на гастроли тебя приглашают и говорят, вот эти песни обязательно должны быть исполнены Регулярно Постоянно, да? Постоянно, постоянно Дай угадаю, какие Слушай, ну здорово, здорово, что уже сейчас можно сказать в таком юном твоем возрасте, что ты уже вот какую-то... Почему нет? А что ты уже вот, ну, свой след в истории оставила и уже не выбросить просто из эпохи нашей такой... Спасибо огромное за юный возраст, просто недавно относительно мне позвонили с радиостанции, говорят Вы знаете, мы ваши песни очень ратируем, у вас такие, вы не могли бы там записать приветствия или поздравления Я говорю, что за радиостанция? Радиостанция ретро-ФМ Я говорю, отлично, спасибо, я готова Свет, какие планы на будущее, не считая того, что ты реализуешь себя сейчас как мама? И как ресторатор? Ну, планы карьерные, конечно же, я не откладываю долгий ящик, я уже... Вот я даже не знаю, зарекаться нет, всегда говорю, не буду говорить Написала пару песен у меня есть, да, я рассчитываю, что они их полюбят, они понравятся Что-нибудь произойдет, что-нибудь произойдет хорошее с ними и, конечно же, планы работать, планы гастролировать, и они есть И есть мероприятия уже на ближайшие несколько месяцев, в которых я буду участвовать Вот, ну и, конечно же, отдых, путешествие Это... этого никто не отменял, это мое хобби Это часть жизни, я считаю, что путешествовать это очень интересно Естественно, я путешествую с детьми не одна У меня... все со мной всегда Вот, и, конечно, это на ближайшее время Жить, радоваться, быть счастливыми Встречать новых, хороших, знакомых, незнакомых вообще людей И жизнь сама по себе интересная Главное, отношение к ней Вот, если к ней хорошо относиться, она к тебе тоже будет относиться так же Что хочется пожелать нашей молодежи, которая так стремится к популярности, может быть, не имея каких-то особых талантов, но очень желая оказаться вот на этом олимпе звездном Нужно ли им подумать хорошо, прежде чем направляться к своей цели? И какие тернии их ждут на пути к звездам? Ну, мне кажется, тот, кто действительно очень хочет, тот к тому рано или поздно придет Это популярность, это звездность Кто действительно талантлив И не важно, есть ли возможности какие-то Я думаю, что мы имеем много примеров, когда люди просто на одном желании добивались каких-то нереальных вершин Высот Вот, и поэтому, если действительно это честно, это в глубине души новости Подумать надо это или нет Все-таки важна мотивация, да? Наверное, чистые помыслы, да? Как говорят, основа вашего успеха Да, и если это так, то судьба тебя услышит, и у тебя все получится А что важнее, везение или все же талант на пути? Я думаю, должна быть совокупность Вот когда это удача, везение, талант и все это в одном месте Вовремя встретить нужных людей Вот тогда все эти компоненты Вот из этих компонентов состоит счастье, состоит судьба И тогда это все получается Одного, двух компонентов нет, тогда, может быть, чего-то не сложится, не получится Вовремя быть в нужном месте и вовремя быть услышанным Спасибо тебе большое, мы очень рады, что ты пришла к нам в программу Спасибо Желаем тебе оставаться такой же очаровательной Всегда быть настоящей, хорошей мамой Спасибо Ну и побольше песен, нами любимых таких и желанных Буду стараться До новых встреч Спасибо, всего хорошего Центр оптово-розничной торговли «Атлант» Работаем ежедневно с 8.00 до 18.00 Телефон 247-1174-201-5701 Зоя, здравствуйте Если я являюсь счастливым обладателем приусадебного участка, сада или огорода, то я пришла в правильный магазин Да, вы пришли в правильный магазин, потому что в нашем магазине можно найти просто колоссальный ассортимент товаров для благоустройства вашего приусадебного участка Что конкретно вы представляете и касаемо нынешнего времени года, то есть это переход от весны к лету, что интересного, что нового и что делать нужно, а чего делать нельзя? При переходе с весны на лето у нас есть профилактические препараты от болезней, от вредителей, которыми можно обработать сад и участок Так как после весны природа приходит только в себя, есть возможность, что дерево или растение может чем-то заболеть, поэтому нужно сначала провести профилактику А если все же растение заболело, то использовать средства от болезней А вот что касается вот этих всех средств, это же все-таки химикаты и насколько это неблаготворно влияет на плоды? Для того, чтобы создался контраст между препаратами и ядохимикатами, можно использовать удобрения, чтобы не было такого влияния на растения, попробуйте разные удобрения, универсальные либо специальные специализированные А если у человека нет возможности или времени ухаживать за садово-огородным участком, но очень хочется что-то иметь такое дома, вот знаете, как раньше наши бабушки на окне выращивали лук, даже помидорчики иногда росли, картошка сама в мешках прорастала Вот здесь вот в помощь, что им можно предложить? Для таких случаев у нас есть балконные кашпо, семена разные специальные, которые именно балконные и также есть грунты и удобрения, вот специализированные для садоводов, которые выращивают свой огород на балконе И я думаю, что это очень интересно следить за тем, что вот на твоих глазах прорастает, это просто невероятно, я сама пыталась, у меня получилось и это было просто невероятно Кстати, скажите, Зоя, что лучше всего растет на подоконнике? Ну, лучше всего на подоконнике, конечно, растет зелень и огурцы, у меня вот в первую очередь получилось с огурцами и зелень, вот зелень вообще отменная получилась Зелень, это петрушка, лук Петрушка, да, укроп, лук не получился, петрушка, укроп и у нас еще есть смесь и трав, то есть там все базилик, тот же лук, петрушка, укроп, все в общем и целом, именно вот в одной упаковке, вы сажаете и вырастает все в разнобой, но получается круто А что касается приусадебного участка и улучшения, украшения и так далее, что вот в этом году можно предложить, что нового, что интересного? Для приусадебных участков в этом году у нас появились газонные травы, специализированные для теневых мест, либо для солнечных мест, либо если у вас дома много детей, у нас есть специальные детские газоны, которые выдерживают вытаптываемость и могут в климате нашего города вырасти очень красивыми, зелеными и радовать ваш глаз Также в нашем магазине есть гербициды, это средство, которое уничтожает сорняки, сейчас, особенно после перехода к весне на лето, на многих участках появляются нежелательные сорняки и чтобы их убрать, чтобы у вас был чистый участок, нужно использовать гербициды, у нас есть огромный просто ассортимент, так что приходите, выбирайте, мы обязательно подскажем то, что нужно Ну и при наступлении лета, конечно, мы мечтаем, чтобы у нас в отпуске не было комаров, чтобы мы комфортно себя чувствовали на природе, но я знаю, что это нереально Поэтому, что можно предложить? Может быть, в этом году есть какие-то специальные средства, которые отгоняют всех комаров и комары назад не возвращаются? Да, в данном сезоне это очень актуально, сейчас комары это просто бич, да, у нас есть такие препараты, которые изначально не допускают того, чтобы комар прилетал к вам То есть вы мажетесь кремом и это отпугивает комаров, то есть не будет, есть у нас крема после укусов и есть еще крема и лосьоны до укусов, что немаловажно То есть комары просто по факту не будут вас тревожить Ну а если мы во всем вот этом вот замуруемся, как же загорать? Оно может быть запах какой-то имеет? Вот есть же люди, которые очень аллергичны Да, в таком случае надо использовать спрей, который, ну, ты попшикал, кожа впитала и как-то на тебя это не особо влияет А для тех, кто приспособлен ко всему, можно крема, да, они будут жирными, но зато вы будете знать, что вы будете защищены от комаров Ну что, дорогие друзья, если вы решили обзавестись садом или огородом, не стоит бояться, нужно приходить в правильный магазин, где вам помогут выбрать все необходимое Это телепроект Зона Вкуса, я его ведущая Мария Банк, до новых встреч! Центр оптово-розничной торговли «Атлант» Работаем ежедневно с 8.00 до 18.00 Телефон 247-11-74-201-5701 Работаем ежедневно с 8.00 до 18.00 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 до